Так и апостолы должны были явиться в среде народа израильского, чтобы действительно оставить сети и пойти за Христом. Свои эти сети, свои эти вполне земные необходимые дела. И, наверное, в самой вот этой готовности откликнуться на призыв Божий и начать жить по вере, следуя за Христом, собственно говоря, и кроется сама возможность спасения и того, что один человек верующий, другой неверующий. Иногда у человека еще неверующего столько бывает вопросов, недоумений, иногда искренних, иногда таких, по сути, можно сказать, что спекулятивных, которые просто маскируют нежелание веры. А что, а почему именно церковь, а почему именно христианство, а почему, да, РПЦ, там это так, это не так, это, в общем, все не так, как пел известный Барт. И много можно чего изобрести и придумать, лишь бы, на самом деле, не откликаться на призыв Божий. А ведь, на самом деле, в конечном счете, все упирается только в одно. На самом деле, все только во Христе. Спасение, Евангелие, христианство – это не сумма каких-то знаний философских, богословских, это не сумма каких-то нравственных принципов, это не архитектура храмовая, только не иконопись, вот, не богослужение. В конечном счете, это сам Христос, и все, что с ним связано, оно истинно, потому что истинен сам Христос. Вот ты хочешь действительно пойти за Христом, ты имеешь такую жажду истины, чтобы действительно стать Его учеником, ты имеешь жажду исполнения евангельских заповедей, хотя человеческими силами это невозможно, нужна помощь Божия, но это есть во главе угла стремления, тогда ты имеешь все. Ты самый богатый, можно сказать, на земле человек. Не материально, вот, а ты самый богатый тогда осмысленностью своей жизни, потому что впереди настоящая жизнь, впереди настоящая вечность, впереди Царство Небесное во Христе, точнее, оно уже в тебе, оно в нас уже должно раскрываться, как особое состояние души, сердца самого человека, которое делает его пригодным к общению с Богом. И у апостолов это первоначально был вот такой живой отклик. И ведь мы из Евангелия знаем, что они до поры до времени всего-то не понимали. Действительно, они никаких планов не строили, они, у них были надежды, как у всего Израиля, что Господь воцарится, как земной царь, и тогда они один по правую руку, другой по левую руку, восядут рядом, поскольку за ним пошли, раз все оставили и пошли, действительно должны же получить воздаяние. Но и да, они, когда этого не увидели в момент предательства Христа, суда над ним, распятие, они все разбежались, за исключением апостола Иоанна, жен Мироносец. То есть они поступают вполне как обычные люди, у них есть и ложные надежды, они проявляют малодушие, но все равно они остаются, за исключением апостола Иуды, бывшего апостола, все-таки в любви ко Христу. И когда Он воскресает, они уже действительно становятся последующим таким камнем, фундаментом церкви, благодаря тому, что идут проповедовать о воскресении Христовом, будучи исполнены полноты благодати уже Святого Духа, даже до смерти. Вся история меняется, она немножко становится христианской, а начинается это фактически в действии учеников Христа, потому что без учеников, без апостолов тоже это было бы невозможно, но вот это все начинается с какой-то совершенно обыденной картины на Галилейском озере, когда Христос говорит им, избранным, первозванным ученикам, что идите за мной, и они действительно за ним идут. А дальнейшие уже... Продолжение следует...